Все способы надо документировать. Это известный призыв. Редко кто это выполняет. Бывают разные способы документирования способов. И скрипты — это один из них. Можно писать на вики, можно писать на бумажке, можно писать сразу скрипт, который будет самодокументированным. Вообще сначала доклад предполагался на тему того, как написать свою реализацию галлипсии на шеле. На всякий случай, не зная, насколько будет интересна утилита для отборки пакетов, я решил рассказать еще, какие мы другие программы написали, столь же странно себя ведущие. Нам понадобился свой пакетный менеджер, свой архиватор, свой гид и своя система создания резервных копий. Свой линукс у нас уже есть, называется Altlinux. Зачем нам это все понадобилось? Ну, опять же, чтобы… В принципе, все программы для плана тех или иных действий уже написаны. Но либо о них неизвестно, либо им непонятно, как пользоваться, либо они не объединены в некую вот такую последовательность, которая приводит к достижению результата. И мы попытались весь опыт использования, который приобрели, поместить скрипты и сделать это максимально обобщенно, чтобы это было интересно не только конкретному админу, который себе написал скрипт, а это мог освоить и другой человек. То есть такой максимально низкий порог хождения или минимально низкий. Вот даже хотелось улучшить интерфейс некоторых программ, потому что, ну, к примеру, бывают архиваторы или пакетные менеджеры, которые сложно освоить человеку, привыкшему к apt-get. Допустим, начать установить пакеты в Windows может быть неудобно. Ну, и также предоставить такое средство для использования в скриптах. Ну, вот вкратце про пакетный менеджер. На самом деле от Nikoni пакетный менеджер — это просто такая обвязка на шелле, которая смотрит, что у вас за система, и для пакетного менеджера вашей системы вызывать необходимые команды. То есть вот есть пример, как можно установить пакет в любом из трех способов тем, к которым вы привыкли. Можно писать ipmi package, можно –i package, можно ipminstall, и вызовется та команда, которая нужна для этой системы. Даже в Windows что-нибудь становится. Проверяли еще на андроиде, openvrt и на macosie. На macosie странный shell. Одна из таких команд, которая пишется коротко и выводит много текста, это позволяет определить, к какому пакету принадлежит файл. В RPM достаточно просто делается. Есть системы, которые не имеют только команды. Но для таких случаев IPM содержит какие-то обвязки или еще чего-то. В данном случае мы можем через несколько строчек все-таки увидеть, что же за vim такой, которым мы сейчас пользуемся. И тут, видимо, использовалась система альтернатив, скрыта. Но тут это незаметно. Появился какой-то файл, который не пришлит ни одному пакету. Но это так странно видеть. Собственно говоря, IPM появился из проекта Karinf, который мы собираем пакеты под разные операционные системы. Просто мы перегнали весь опыт и все скрипты на эту тему в отдельный проект. В нем получилось много разных команд, которые удаляют файлы с кэшем. Мы выполняем всякие тривиальные и нетривиальные операции. Допустим, как установить низ репозитория пакет в дебине для меня некая загадка до сих пор. dpkg-i, например, не работает, если пакет имеет какие-то зависимости недовольтворенные. Нет, не использую. Аpd-requid на столе ими пакета не работает с файлами. Он так работает только в отлинуксе. И урл нельзя скормить, только в отлинуксе. Но в IPM есть обязка, которая видит, что если вы задали урл, то он сначала скачает для тех систем, которые не отлинукса, которые не поддерживают урлы, она скачает по урлу файл, и потом его передаст пакету менеджеру. Файл? Файл с именем htp, двоидночь и два суша. Два суша. Имя такое. Хорошо, два суша нормальные валютные... Да? По-моему, нет. Совсем работает. Ну вот он учитывает все эти отличия мелкие, которые можно знать, можно не знать. Суть в том, что когда админироваешь много разных систем, то переключаться в голове, какая же команда в FreeBSD у нас позволяет найти название пакета, в котором лежит этот файл, я не знаю этого. Вот EPM знает и помнит за меня. Ну и там при удалении, допустим, пакета, он сначала пытается на нижнем уровне удалить, а если ему не удается, там из-за зависимости, то он там вызывает, допустим, через dpkg не удалось удалить, он вызывает там get. Remove. Вот. Архиватор появился просто как продолжение вот этой идеи, что надо сделать такую обвязку и не думать над конкретным ключом, конкретному архиватору и не сопоставлять расширение в голове, расширение конкретному архиватору, еще устанавливать его. Но я никогда не пишу, не исследовав Google, вот, я поискал и нашел, что есть уже такой проект по tool, который делает то же самое, но это меня не остановило. Но мне пришлось его собрать по tool, он написан на питоне, пришлось его собрать в act Linux, по-моему, по всем он работает, да. Вот, но он, на мой взгляд, имел очень неудобный интерфейс командной строки, поэтому я сделал в нем оболочку и немножко сократил. Вот, но туда опять же приведены примеры команд, что для разархивирования достаточно просто написать YERC и название архива, все, он разархивирует текущий каталог, обычно этого достаточно. Я, конечно, выучил, это единство, что я выучил, это вот у Тара, да, как заархивировать и как разархивировать XWFZ, это как вот... Как-то Z лишнее. Время моего детства было обязательно. Вы же давно лишнее. А что? А J? Нет, при упаковке-то не лишнее. Да, ну, частично. Вот, есть такой, допустим, архиватор Zpack, я о нем чуть позже расскажу, и его не понимает 7Dip. Его никто не понимает, даже Патул не понимал, пока я его не пропанчил. Да. Вот, ну и, собственно, там есть справка, даже я научился МАН написать, и написал МАН, который повторяет справку. Ну, типовые действия создать, архив его разархивировать, посмотреть список файлов, проверить целостность архива. Я хелп делаю с помощью грепа самого скрипта. Там написан код с кейзом, который проверяет параметры, я его греп, вот тут такие вертикальные палочки, да, это из кейза. И вот я его греп и вывожу в качестве справки. Нет, 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 у меня МАН не повторяет хелп, я считаю, что зачем в МАН написать хелп, когда МАН для другого. Поэтому там все по-другому написано, в другом свете. Ну, еще такой небольшой проектик Gitter, в котором тоже есть несколько команд, просто обвязка вокруг Gitter, ну, чтобы долго не останавливаться. По сути, это просто сокращение, хотя у них там есть куча дополнительных проверок, он там что-то еще делает, всякие хитрые штуки. Особенно мне нравится, вот я недавно сделал, называется Gpik, самое последнее. И я ее использую так. Я сначала в какой-то ветке делаю git-лог, копирую кусок текста оттуда с интересными мне коммитами, а потом этот кусок текста я передаю к Biku, и он делает git-черепик этих коммитов. То есть это такой способ частично переносить по списку коммиты из одной ветки в другую. Возможно, есть более правильные, я не знаю. Ну, еще он умеет, там можно дать ему просто пачку патчей, и он их тоже по порядку приложит. Ну, конечно, он не просто это делает, он еще, как там, допустим, гитребейс, если в случае ошибки, он останавливается, предлагает еще что-то подправить, потом сделать континни или тра-ля-ля. Обычно тра-ля-ля. Я честно долго и не один год пытался найти средства для создания бэкапов, которые подошли к тем условиям, которые нам требовались. У нас сколько-то терабайт, сколько-то десятков миллионов файлов, это не очень много, но почему-то у нас всегда проблема это бэкапить. Потому что если это, допустим, целиком пробегать, весь этот массив, то это занимает несколько дней, а если делать несколько копий, то места для хранения архивов не хватает. И в итоге были сформулированы некоторые пожелания. В принципе, это одновременно сейчас характеристики того, что создано, но это же было пожелание к тому, что хотелось бы иметь. Это чтобы файлы сжимались и дедублицировались. Потому что сейчас мы используем rd в бэкап, который их не сжимает и дедублицирует. Еще было важно такое требование, чтобы от большого количества файлов на выходе сделать небольшое количество файлов, но как бы заархивировать часть, но при этом частично сохранить структуру каталогов. Допустим, если мы архивируем хоум с пользователями, чтобы у нас на выходе тоже были каталоги с пользователями, просто у пользователя уже не их файлы, а архив. Для данных такого рода. И вот я случайно нашел архиватора zpack, который писал бывший сотрудник Dell'а, просто как пример демонстрации какого-то алгоритма журналируемого архивирования. Он понравился тем, что он никогда не изменяет файл, который он создал. То есть он умеет дополнять архив, но при этом не изменяет многотомный архив, предыдущий файл никогда не меняет. То есть даже позволяет их отправить на удаленный сервер, а локально удалить. При этом он будет иметь мета-информацию достаточно для того, чтобы продолжать дополнять архив с дедупликацией данных. И при этом еще можно старые томики класть подальше, пока они не потребовались. Ну их нужно будет вернуть, если захочешь из них что-то восстановить. Но просто иногда бывает, что для оперативности нужно архивировать локально, передавать удаленно. Это следующий шаг. Но архиватор оказался недостатками. Он не умел сохранять специальные файлы типа устройств, ссылок, именованных сокетов и прочего. И вот я нашел некий мета-стор. А, и вообще атрибуты файлов он не умеет сохранять. Что для Unix просто губительно. Ну как zip, например. Поэтому я нашел проект мета-стор, который сохраняет атрибуты. И еще применил пакс, который я считал таким крутым посек с архиватором. Оказалось, что у него какая-то бага с ограничением длины имени файла, что-то там вступает, и который не исправляет уже много лет. Вот. Ну, значит, AdrBecup состоит из трех утилит. Одна позволяет создать вот тот самый наготованный архив, который я уже описал. То есть апдейт добавляет, проверяет исходный каталог, добавляет новый файловый архив, изменившийся. Restore позволяет архив восстановить. Compr сравнивает архив с каталогом иногда, ну, чтобы увидеть различия. Ну, и тест проверяет целость архива. Это Time Machine. Я пытался назвать, короче, у меня не получилось. Но я краем уха слышал о том, как реализована машина времени у Apple. Я не знаю, что насчет патентов, но я сделал такое же. На жестких ссылках ничего нового в этом нет. Возможно. Я бы что-то не нашел такого простого. Что я считаю. Ну и, собственно, да, он умеет ротетить, использует жесткие ссылки, поэтому место практически не используется, но можно вернуться на нулевой момент. Времени там каждый день или каждую секунду там делать. Или с номера предыдущих каталогов. Ну, умеет там удалять, ограничивать глубину, подать и удалять. Еще мне не хватало инструмента, чтобы удалять старые файлы. У меня всегда где-то накапливаются какие-то логи, еще чего-то. Я каждый раз пишу длинную конструкцию с find'ом. Я решил как-то допобщить опыт и написать команду, которая умеет удалять каталоги, файлы или пустые каталоги, ограничиваясь там либо какой-то их старостью с параметром days, либо поддерживая какой-то занятый размер. Допустим, не хочу, чтобы мне каталог с логами занимал больше 2 гигабайт. Вот он будет самый старый файл, если превысить размер, удалять. Вот. Ну, про Karinf, который по спеку из отлинукса, который считается идеальным. Ну, в смысле, спек из отлинукса считается идеальным спеком, поэтому он выбран в качестве основания для сборки из него RPM-пакетов в любой системе. Интересность в том, что Karinf в любой системе, в Debian, в FreeBSD, собирает RPM-пакет. Это несколько странно выглядит, да, потом он его старается сконвертировать в что-нибудь, что установится. Он даже собирает пакеты под Windows, частично с помощью RPM-а. То есть он компилирует с помощью RPM-а, но секцию install все-таки она выполняется другим скриптом, не тот, который в секции install в спеке написан. И мы собираем несколько проектов, включая Postgres с помощью Karinf. На выходе получается инсталлятор, который ставит пакет Windows. Так, господа, давайте вопросы после доклада, уже скоро. Ну, собственно, последняя картинка, это просто пример вывод того, как работает Karinf. Вот, в самом верху я задал ему собрать пакет EPM, тест — это список репозиторий, под которыми я хотел провести сборку, ну и дальше каталог, в котором у меня лежат исходные пакеты. И вот он проверяет там ГПГ-подписи пакета, и дальше подойдет в систему, собирает, можно посмотреть по стадиям, сколько времени, что заняло, где, какая ошибка была. Ну, собственно, все. Он легко вызывается из разных других скриптов, позволяет автоматизировать всякие рутинные действия. Не то чтобы continuous integration, но автоматизировать. У нас, например, по каждому коммиту собирается набор пакетов под разные системы, которые мы тестируем. Все. Спасибо большое. На самом деле, очень интересно, и я как бы призываю посмотреть и использовать то, о чем Виталий говорил, потому что, ну, там вот какой-нибудь Karinf явно недооценен, как я считаю. Что? Я тоже так. Вот. Так, вопросы, пожалуйста. Нас еще ждет полная пересборка СИЗИФа с помощью Karinf. Это вот мы... О-о-о-о-о. Ну, давайте уже ближе к П-8, наверное, да? Так, все. Спасибо большое. Спасибо большое.